всем приветик кухня опять я уже два дня собираюсь варить борщ никак не могу собраться но вот хочу все сегодня делаю что я буду делать вот понадобится у меня значит свекла морковь капуста 3 картошины кастрюлька вот такого размера где-то литра полтора два наверно два наверное ну вот так вот зелень и я буду делать из тушенки тушенка у меня говяжий если у вас есть мясной бульон пожалуйста как вы любите это не принципиально иногда можно делать вместо тушенки просто из фарша какие-нибудь круг круг лишочки тефтельки так вода у меня закипела а хочу сказать больше готовлю двумя способами один способ я обжариваю овощи отдельно потом все потом когда все творится добавляю и второй способ без обжарки просто овощи я показываю что делаю вот очистила две морковочки у меня есть морковку просто я разрежу и свеклу разрежу помельче чтобы она сварилась сразу запускаю морковь свеклу в кипящую воду у меня без бульона вы можете вместе если варить и мясо можно вместе с мясом запустить и целую луковицу запускаю и все у меня это варится свекла варится где-то около часа по времени до готовности но я ее протыкаю и смотрю морковь и лук конечно раньше где-то минут 15-20 тоже проверяю потом вытаскиваю лук и морковь свекла продаж продолжает вариться до готовности вот ну дальше процесс покажу пока у меня это все варится овощи овощи у меня отварились я все вытащила вода продолжает закипать смотрите какая она темненькая насыщенная от свеклы даже хорошо картофель порезала кубиками теперь туда запускаю запустила одновременно я бросаю капусту дальше немного беру соли ну как уже приблизительно знаю сколько нужно где-то половину ложки потом если что могу добавить перемешаю все у меня будет закипать варится где-то ну минут двадцать-тридцать наверное вот это все пока это варится я что делаю с овощами морковь и свеклу я тру на крупной терке натираю прям лук я режу меленько давайте покажу как лук я режу а уж на терке то знаете если кто-то не любит лук можно в принципе его просто знаете либо не добавлять либо прям туда целенький добавить в плане свежий нарезанный мелко мелко вот так вот так вот лук измельчаю овощи значит натираю и все-все ну как в одну чашку сваливаю все эти вот вареные овощи пока у меня там все варится так у меня картофель с капустой покипело 20 минут теперь я натерла вот эти вот все овощи так мы займусь пожалуй тушенкой с тушенки сверху я убрала немного жира потому что она очень жирная убираю теперь он мне пригодится я его не выбрасываю конечно же теперь она вот немножко подтаяла просто жижку солью сюда баночка у меня помытая сверху я всегда когда покупаю какие-то консервы сайру я часто покупают уже и варю в суп я всегда баночки мою потом помещаю в холодильник вам тоже так теперь вытаскиваем тушенку отсюда и режу кусочками меленькими если не хотите можете не резать ну когда тарелочку набиваешь все таки это удобнее вот так где-то раз потому что она там куском сформировано может не очень-то хорошо когда попадает одним куском а так будет прям во всем борщи кусочки плавать мне вот это вот тушенка более менее нравится магазинная все туда забрасываем то что здесь осталось тоже можно сюда налить водички также помещаю также натертую морковь свеклу и лук все вместе ведь я натерла люблю густой борщ если вы не любите густой можно конечно поменьше все это сделать звёклы и морковки но у меня так она все поварится теперь я попробую на соль и еще минут на 15-20 на медленном огне у меня будет это все творится не пожалела конечно я свеклы насыщенный такой аромат от звёклы немного еще подсолю можно знаете заменить капусту свежую квашеной я тоже часто делаю с квашеной капусты тогда получается борщ кисленький такой и очень вкусный тоже и даже вот если вы варите больше можно вот таким образом его делать без мяса тоже получается очень насыщенный видите цвет сразу розовый такой малиновый от свеклы очень старюсь насыщенный ну вот и будет у меня немного кипеть минут 15-20 еще где-то вот так все покипел у меня 15 я беру чесночок зубчика борщ вообще очень любит чеснок ну конечно кто не любит чеснок можете не добавлять но можно не через пресс сделать а просто порезать миленько-миленько однако я еще немножко добавлю чтобы был запах и немного укропчик а укроп тоже если вы не любите можете не добавлять перемешаю чуть-чуть все и сразу выключаю не даю вариться с чесноком пусть настаивается запах видите получился очень густой но я люблю густой кто опять повторяюсь кто не густой то значит поменьше стрелку и морковки делаете все закрываю крышечкой и пусть он настаивается так томится уже сам в тепле в своем ну вот вот так я варю борщ без обжарки и очень даже тоже просто в принципе легко пока-пока